Свой профессиональный праздник отметили работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Труд аграриев особенно ценен за полярным кругом. В условиях сурового климата и полярной ночи сотни людей работают на фермах, в теплицах, в полях на сенокосе, в молочных цехах, посуд оленей в бескрайней тундре. О тех, благодаря кому мы каждый день видим на своем столе свежие и натуральные продукты, расскажет Елена Семеновичева. Луиза Лысюк загоняет своих подопечных в телятник. Каждый вечер на знакомый голос с неспешным шагом идут несколько десятков ухоженных телят. Они у вас как детки? Да, они места все знают, идут, то туда, то туда, со своей группой расходятся. Сколько у вас подопечных? 38 у меня маленьких, 20 больших, 58 голов. Каждый день самых маленьких Луиза Владимировна поет молоком. Старших кормит сухим кормом, следит за привесом, чистит загоны и убирает проходы. Таких, как Луиза Владимировна, в Ненецком округе не счесть. Лидия Литкова свою трудовую деятельность начинала в поселке Красное, работала изготовителем. Спустя 39 лет она, работая на современном высокотехнологичном предприятии, вспоминает те времена, когда все приходилось делать вручную. Раньше на самом деле приходилось все делать вручную. Сепарировали молоко, были ушатики, приходилось даже котельную самим топить, чтобы пастеризовать молоко, создавая температуру пастеризации. А сейчас уже производство модернизировалось и работать стало интереснее и легче. Интереснее и легче стало работать аграрием благодаря усиленной государственной поддержке, которую администрация региона оказывает сельхозтоваропроизводителем с 2014 года. Именно тогда было принято решение перейти на новый механизм субсидирования отрасли, который в конечном итоге помог животноводческим хозяйствам стать прибыльными, увеличить производственные показатели, строить новые объекты, обеспечивать работников достойной заработной платой, а жителям Заполярья приобретать местную продукцию по приемлемым ценам. Лучших работников в праздничный день поздравили с профессиональным праздником и поощрили благодарностями и почетными грамотами. Не каждый человек способен работать на селе, в тундре, заниматься сельскохозяйственным производством, так как этот труд требует особого к нему отношения. В этот праздничный день хочется от всей души пожелать всем вам, кто посвящает свою жизнь этому нелегкому труду, стабильности, уверенности, завтрашних дней и успеха во всех начинаниях. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать по адресу ветеранов. Даже те небольшие, но все-таки позитивные изменения, которые у нас есть, они были бы невозможны без вашего труда. Вам удалось сохранить отрасль, вам удалось сохранить переработку в условиях тяжелейших кризисов, кризиса и 99-го года, и 2000-х годов. Поэтому от лица департамента, от лица всех жителей Ниньинского округа вам низкий поклон и благодарность. Несмотря на весьма сложные климатические условия, сельское хозяйство активно развивается, увеличивает производственные мощности и улучшает показатели. За период 2014-2016 года введены в эксплуатацию 7 объектов производственного назначения, открыто 12 крестьянских фермерских хозяйств. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий округа по результатам работы за 8 месяцев 2016 года увеличилось на 239 тонн или на 10%. Безусловно, смогли дать определенный толчок к развитию сельского хозяйства в округе. И цифры живе еще прямо, они говорят сами за себя. По молоку плюс 10%, 7 новых производственных объектов. Да, это не гигантские, огромные перерабатывающие заводы, но это объекты, на которых работают реально наши жители и которые производят реальную продукцию. В свой вклад в увеличение производства молока вносят и малые формы хозяйствования. За 9 месяцев они реализовали населению около 20 тонн молока. Помимо молочного направления, крестьянские хозяйства занимаются картофелеводством и птицеводством. За два года в Ненецком автономном округе создано 12 таких объединений. Успехов добиваются и работники традиционной для округа отрасли сельского хозяйства оленеводства. Помимо строительства новых убойных пунктов, оленеводы наращивают поголовье. В рыболоводстве самым значимым событием за последнее десятилетие стало строительство нового рыболовецкого траулера «Ненецкий рыбак-колхоз «Союз Печора», который оснащен самым современным оборудованием и способен перерабатывать до 50 тонн рыбы в сутки. Судно уже зарегистрировано в Государственном судовом реестре под флагом Российской Федерации с портом приписки на Ринмар и вышла на промысел.